Всем привет! Сегодня со мной моя подруга Саша, которая живёт в Финляндии. Привет, Саша! Привет! Всем привет! Я хочу задать несколько вопросов о жизни в Финляндии, о том, чем жизнь в Финляндии отличается от жизни в России, что её шокировало и так далее. Саша, как давно ты уже живёшь в Финляндии? Ну, в Финляндии я живу с 2010 года, постоянно. До этого я в 2008-2009 училась в Финляндии по обмену в Хельсинском университете, а потом, собственно, поехала уже получать степень магистра туда же. И сейчас ты заканчиваешь учёбу и, насколько я знаю, работаешь одновременно? Да, именно так. Сейчас как раз у меня диплом, скажем так, в финальной стадии. Осталось буквально там несколько недель, 2-3 недели. Я надеюсь, что я попрощаюсь. С университетом, наконец-таки. Ну и да, параллельно уже работаю. Скажи, какое самое главное различие жизни в России и жизни в Финляндии? Ну, основное, конечно, несмотря на то, что я в Хельсинки проживаю, конечно, после Санкт-Петербурга, вообще после любых городов России, Хельсинки достаточно такой провинциальный город. И, соответственно, люди, которые там живут, они достаточно размеренный образ жизни ведут, достаточно много времени проводят дома. Вот, поэтому, поскольку финны интроверты по своей натуре, поэтому, конечно, вот это основной культурный шок. Ну, то есть нет так называемой вот этой русской движухи, нет энергии. Вот, ну и шок, конечно, в принципе, в том, что, учитывая вот такой образ жизни, к сожалению, в темное время суток, если в Питере, там, в Москве, в крупных городах России помогает вот эта человеческая энергия, тут огромное количество дел, которые надо переделать, то в Финляндии, к сожалению, в зимнее время, это время спячки, время такой депрессии, поисков себя, вот, и у финнов, и у нас, в частности. А что для тебя является самым положительным моментом? Ну, самое положительное, наверное, в Финляндии, это всё-таки социальная сторона жизни в этой стране, это уровень жизни, это охрана труда, скажем так, то есть чётко регламентированы рабочие часы, чётко регламентированы заработные платы, чётко регламентировано вообще всё в этой стране. И приятно то, что действительно права у всех одинаковые, то есть где бы ты ни был в университете, у нас те же самые права, что и у студентов финнов, ну, и, соответственно, на работе та же самая ситуация, то есть люди действительно равны. Ну, и плюс, конечно, огромный, что летом прекрасная погода обычно в Финляндии, и поскольку в Хельсинки достаточно много лесов, и вообще в Финляндии называют её страной тысячи озёр, прекрасная природа, погода, и вот это как бы такой вот период с мая, наверное, по конец сентября, вот это действительно время, в которое я бы рекомендовала Финляндию посетить. И человек, если едет в Финляндию, например, учиться по обмену или поступать в магистратуру, какой бы ты дала совет этим людям, если они хотят поехать в Финляндию на долгий срок? Ну, первый мой совет — это, наверное, приготовиться к тому, что будет всё очень-очень странно, потому что вроде, несмотря на то, что Финляндия близко с Россией, будет казаться странным то, например, что в университете можно учиться не определённое количество лет, как это у нас, и никто тебя не отчислит, учиться можно там, некоторые люди учатся десятилетиями там, вот. Это первое. Ну и второе, конечно, нужно быть готовым к тому, что в Финляндии страна достаточно маленькая, достаточно закрытая, поэтому язык придётся учить однозначно, если вы хотите там впоследствии трудоустроиться, вот, потому что сейчас всё-таки, ну, если вы хотите просто получить образование и уехать, то тогда английского языка вам будет достаточно. Если вы хотите там остаться и иметь шанс именно получить хорошую работу по специальности, то тогда ваш вариант — потратить это время на изучение либо финского, либо шведского языков, поскольку оба языка являются государственными. Хорошо, спасибо большое, Саша. Я надеюсь, вам было интересно. И пока! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok